Даже если откинуть этическую сторону вопроса, производство мяса наносит непоправимый вред окружающей среде. К примеру, как сообщает редакция The M&M Science, на разведение скота расходуется в несколько раз больше воды, чем на выращивание эквивалентного количества съедобных растений, из которых можно было бы сделать искусственное мясо. К тому же, отходов от фабрик по производству мяса получается куда больше, чем от аналогичных сельскохозяйственных производств. Но даже при всей экологической и этической выгоде, натуральное мясо выигрывает у искусственного по двум наиболее важным показателям – вкус и цена. Но это, судя по всему, ненадолго. Это очень логичный вопрос, ведь за растениями не нужен такой же тщательный уход, как за животными. В целом, на выращивание сельхозкультур нужно меньше времени и средств, но мясо на основе растительных компонентов дороже. Почему? Однако крупные производители искусственного мяса вроде Impossible Foods и Beyond Meat уже сейчас значительно расширяют штат и удешевляют технологию производства, что уже к первому кварталу 2020 года должно привести к падению цен на их продукцию. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях.